Беременных женщин, детей слабонервных просим удалиться от телеэкранов. Фанатов черного цвета просим включить мозги и, возможно, передумать в пользу серебра либо белого перламутра. Конечно, всего этого, но если не избежать, то последствия минимизировать можно было бы своевременной обработкой еще нового автомобиля с жидким пластиком от Мистер Кэпа. Смотрите любители серьезных кукурузеров, камрюх, бумеров и вообще типа престижного черного цвета. Черный цвет – это постоянная головная боль владельца. Любая царапина, как на ладони. Проехались по кустам и вот вам шедевр кустографии. На природе еще после купания в грязевой ванне практикуется мойка авто неприспособленными ведрами. Не всегда есть возможность вымыть машину качественно. Вымыть машину качественно без приборов высокого давления реально можно, улив ее и тромить двумя стами воды. Вообще, рекомендации мои – все-таки мыть машину, если и не часто, то на профессиональных мойках. А то и не для столь маркового автомобиля результат будет плачевным. Теперь феньки типа мухобойки и дождезащиты. Вот результат. Это пример эксплуатации авто как боевого коня. Попробуем вымыть боки и вернуть ему блеск. Скажем честно, наглядевшись автостопа, полираторов развелось куча немыслимая. Но я знаю только две фирмы, владеющие выкупленными франшизами и обеспечивающие реальный блеск и долговременную защиту. Конечно, полазив по интернету и в основном по американским сайтам, можно найти что-то подобное и заказать. Америка – это рулевой в области применения автокосметики. Но то, что не один год позволяет вам относительно незадорого восстанавливать свое авто, реализованное в мистер Кэпи. Справедливости ради заметен, не все царапины возможно залить и жидким пластиком. Если рубанули до грунта или тела бампера, то края залезать можно, но даже самый лучший пластический хирург не заполирует шрамы. Все остальное убирается с вероятностью 90%. Кстати, если вы хотите защитить автомобиль по-серьезному, то можно и это сделать, нанеся бронепленку и на капот, и на бампер, и на пороги, да и на двери тоже. Конечно, это не панацея от ДТП, но камни выдержат, и удары дамских сумок, и царапины от ногтей. Делается эта процедура здесь же, причем в ноу-хау мистер Кэпа – это отсутствие стыков и контуров на поверхности. Эта защита вкупе с жидким пластиком позволит вам без опасений ездить на дальняк в места, щедро засыпаемые реагентами и песком. И в принципе, боевые джипы после Кэпа целый год не теряют внешний вид. Ну а вот результат недетских усилий. В машине вернулась сочность и великолепная отражающая способность. Это не магия Куперфильда или Гудини. И это не магия ТВ, позволяющая в монтаже поменять кадры местами. Это работа шведской технологии нанесения жидкого пластика мистер Кэп. Кстати, господа, небольшое предупреждение. Еще не один год нам предстоит с матюками выбивать заработанные деньги. Еще не один год нам будет сложно зарабатывать. И уж точно не в один год банки зачистят свое высокомерно понтовое глумление над испорченными кредитными историями. В течение года, конечно, можно будет реструктуризировать и ПЭФ ООО, а затем и только через год в лизинг, либо в кредит взять новые машины. Но по совершенно другой цене, на брата, свата, зятя. Так что владельцы всех авто. Крепко задумайтесь. Автохаляву отменили и надолго. Пора защищать свой статус владельца нового авто, поддерживая его состояние как нового. А лучше, чем мистер Кэп, сделать это смогут далеко не все.